Всем привет! Сегодня очень интересный автомобиль. Японский, эксклюзивный и очень любимый в народе, как в нашей стране, так и не только в нашей стране, но и за ее пределами. Это Цузуки Джимми. В общем-то, выглядит как Гелендваген, только в очень и очень детском возрасте. И обратите внимание, что если раньше он был трехдверный, то теперь он стал пятидверный. В принципе, очень похож на Гелендваген, но если сильно-сильно издалека смотреть. Прикольный цвет, такой желто-песочный, отчасти похож на цвет грунтовки. Он с черной крышей. Ну, в общем-то, прям все в стиле Гелендвагена. Ну, кстати, в отличие от Гелендвагена, посмотрите, петли задней двери закрыты вот такими пластмассовыми чехлами. У Гелендвагена такого нет. А на самом деле, можно было бы хорошие примеры переносить на свою продукцию. Но это так, если вдруг кто-то из Мерседеса посмотрит моё видео, маловероятно, конечно. Но, тем не менее, вдруг такое случится. Но сегодня мы его разбираем полностью, оклеиваем защитной плёнкой. Но и сейчас, пока весь этот процесс происходит, я вам поснимаю. Соответственно, вы можете посмотреть, как устроен этот чудный автомобиль. Ну, и потом, уже в собранном виде, мы его тоже посмотрим. Но это будет чуть позже. Ну, в общем, приятно посмотреть в любом случае на любой автомобиль, когда он новый. Тем более, не побоюсь этого слова, это легендарный автомобиль. Потому что, в принципе, я думаю, что это прямой конкурент нашей Lada Niva. Но, в отличие от Lada, здесь, конечно, гораздо больше плюшек, гораздо удобнее. Я вам могу сказать, что при моём росте, 180-180 см, за рулём в этом автомобиле располагаться вполне комфортно. В отличие от той же Niva, и регулировка сидения в длину, она очень комфортная. И, в общем, тут такого нет, что ноги не влезают. Здесь очень всё хорошо. Но есть тут некие нюансы. Опять же, возможно, надо будет привлекать в комментаторы тех людей, которые владеют таким автомобилем. Потому что автомобиль неоднозначный. И вопросов тоже, я думаю, будет очень много. Кстати, с Гелендвагеном их роднит ещё одна такая черта. Этот автомобиль тоже никак не обработан антикоррозийно снизу. Хотя, по виду, да и вообще по принципу этого автомобиля, мне кажется, что это нужно сделать. И это было бы неплохо уже иметь от завода. Но обо всём по порядку. Сейчас буду вам показывать запчасти, которые у нас высвобождаются в процессе разборки автомобиля. Потому что, чтобы качественно заклеить такой автомобиль, его, естественно, надо разобрать. Но посмотрите, здесь такие всякие олдскульные вещи, вроде как галогеновых фар, поворотников тоже таких же галогеновых. Но в 2024 году это смотрится ближе к музею. Хотя, видите, автомобиль новый, его по сей день производят. И, в принципе, вот этот Мальдель Джимми, можно сказать, не особо давно выпускается. Именно последней генерации. Но японцы молодцы, они могли бы сделать, в общем-то, что-то скучное. Но они реально сделали весёлый автомобильчик, проходимый автомобильчик. Чуть позже покажу вам, что снизу. Вы, я думаю, приятно удивитесь. Но те, кто знает, что это за автомобиль и знает его первое поколение, ну, тут сразу всё поймут. Вот, кстати, в отличие от Глентвагена, вот эта вот рамка, она снимается, вот рамка лобового стекла. И это очень хорошо, потому что её всегда можно безболезненно снять, например, покрасить или просто поменять. В общем, это классно. Стекло лобовое здесь у нас вклеено, не на резинке. Хотя на предыдущем кузове, возможно, это было и на резинке, но я просто не помню. Если у кого-то есть предыдущий кузов, ответите на такой вопрос. Как устроена конструкция крепления стёкол? На резинках или они вклеены? Ну, вот сейчас как раз у нас Валера занимается тем, что снимает вот эту вот конструкцию. Ну, в принципе, здесь всё достаточно легко разбираемо, легко до сюда добраться. Ну, и, между прочим, расширители арок здесь тоже так смотрятся, так же грозно, как и на Мерседесе. Здесь она уже у нас демонтирована. Ну, и вот эти вот подкрылки. В принципе, вы знаете, в отличие от тех же китайцев, здесь достаточно всё добротно сделано. Ну, те же подкрылки. Понятно, что в салоне здесь никакой красоты не будет, потому что автомобиль явно сделан не для этого. Но под капотом тут такой смешной моторчик стоит. Кстати, кому интересно технические характеристики, можете загуглить. Но вы знаете, этот автомобиль – это полноценный внедорожник. Сейчас, опять же, внутри буду вам показывать. Вы посмотрите, там есть все как раз ингредиенты, которые соответствуют этому качеству, качеству внедорожника. Забавно видеть такой радиатор охлаждения, очень маленький. Но, в общем, вот как раз, насколько возможно, я вам показываю, что здесь и какова конструкция. В принципе, тут у нас такая достаточно лютая разборка. По-хорошему сделать бы сразу антикор. Но здесь, к сожалению, этого так не получится. Потому что надо сначала оклеить. Потому что, если сделаешь антикор, всё будет грязное. Сложно будет это реализовать. Но, возможно, что владелец всё-таки этим заморочится. Я бы советовал. Кстати, обратите внимание, вот эта вот петля буксировочная. Внутри её тоже есть пластмассовый чехольчик. Но это классно, потому что такие мелочи на относительно недорогом автомобиле. Сейчас, конечно, в рублях это будет недёшево. Я так понимаю, такая машина стоит в районе 4 миллионов рублей. И вот посмотрите, какая у неё конструкция. В общем-то, как серьёзный, большущий внедорожник. Причём так, начало 2000-х годов. Посмотрите, как у Гелендвагена здесь очень и очень всё похоже. Я даже думаю, что всё это идентично. Никакой пневмы, всё пружины, мосты. Ну, прям тут хоть сразу можешь ехать на нём в лес. Обратите внимание, ширина покрышек. Они очень тоненькие. Но, конечно же, за 4 миллиона, купив автомобиль, вряд ли ты полезешь на нём в лес. Да, здесь ещё и 4 цилиндра. Ну, естественно, здесь 4 цилиндра. Но, в целом, что хорошо вообще в этой модели? Последние годы они стали, японцы, красить эти кузова этой модели в очень интересные цвета. Я видел цвета Lamborghini ярко-зелёный. Вот вы видите, такой бежевый. Видел я даже красный. Ну, в общем, здесь много всяких вариаций. Я так понимаю, что тема зашла людям. В Европе есть такие машины. Их достаточно много. И я так понимаю, что тут даже целая индустрия развелась. Можно из этого автомобиля сделать некий вариант Гелендвагена. Потому что во всех азиатских маркетплейсах продаются куча всяких обвесов. Ну, и, в общем-то, при помощи китайцев и небольшой суммы денег можно сделать микро Гелендваген. Причём нового поколения. И смотрится на фотках он действительно как настоящий Гелендваген. Но, опять же, я думаю, что вот этот Сузуки, он более проходимый, чем Гелендваген. Ввиду того, что он лёгкий. Ну, и, в принципе, я думаю, что на таком автомобиле ещё люди могут полезть куда-то в грязь. Но на Гелендвагене уж точно туда не полезут. Внутренности, естественно, они будут достаточно спартанскими. Но, опять же, пластики, вот эти все нюансы, они достаточно качественно сделаны. Насчёт скрипа не знаю. Но, в общем, на таком автомобиле едешь. Знаете, это чем-то похож на какое-нибудь Рено. Вот как раньше продавались у нас всякие Дастеры. Но он такой скачет, как мячик. На самом деле, такой собранный автомобильчик. Зимой, конечно, наверное, на нём будет чуть-чуть страшно ехать. Но здесь у нас вроде как теперь уже длинная база. Может быть, он будет стоять более хорошо. Потому, что трёхдверка и такой лёгкий автомобиль, я думаю, что это будет проблема. То есть, это будет небезопасно. Но хотя, может быть, чисто городская езда и не так всё просто. Посмотрите. У него даже есть монитор. Всего лишь один, к сожалению. Поэтому, если вдруг китайцы купят Сузуки, я думаю, они сразу начнут с установки сюда дополнительных мониторов. Посмотрите, какая приборка. Она прям такая олдскульная. Причём она янтарного цвета, как на старых автомобилях. Но и вообще, в принципе, салон такой... С одной стороны, выглядит достаточно старомонно. С другой стороны, ну а что ещё нужно, если ты купил утилитарный автомобиль и собираешься на нём явно не в ночной клуб ездить, а использовать его по назначению. Поэтому, мне кажется, что здесь как раз всё, что нужно для езды за городом. Здесь это как раз всё есть. Никаких панорамных крыс здесь, я так понимаю, ещё не будет устанавливаться лет 20, может быть, даже 30. Но, в целом, как я уже и говорил, здесь всё, что нужно, здесь оно всё есть. Но и очень, конечно, классный цвет. В живую выглядит ещё лучше, чем на видео. Я, конечно, наверное, вообще бы его растонировал. Он смотрелся бы, наверное, немножко побольше. Но вот задние стёкла, тонировка задних стёкол как раз показывает, что он всё-таки небольшой. Ну и когда в нём сидишь, похожая на Гелендваген такая тоже фобия, как будто тебя сжали по бокам. Ну, речь идёт про Гелендвагены чуть более старой генерации, там 2015 годов. Хотя в современных мест внутри не намного больше. Но, в общем, тем не менее, здесь как раз весь дух Гелендвагена присутствует. Ну, посмотрите, да, здесь даже такие задние тормоза, я так понимаю, очень похожи на барабанные. В принципе, чем этот автомобильчик хорош? Тем, что, скорее всего, здесь просто-напросто ничего не будет ломаться по той простой причине, что просто ломаться нечему. Ну, и ещё раз, вот показывал как-то Гелендваген у нас, таким же образом он был разобран. В принципе, все полости выглядели ровно так же. Но там Гелендваген был абсолютно новый, 63-й АМГ, который стоит безумных денег. Здесь у нас Джимми, который стоит в 10 раз меньше. Но, тем не менее, здесь та же история. Мне кажется, что тут без антикоррозийной обработки дело точно не пойдёт. Ну, потому что, предполагаемо, этот автомобиль будет использоваться где-то за городом, но, возможно, в каком-то бездорожье. Ну, и, соответственно, если у кого-то есть опыт эксплуатации именно этого кузова, и он его эксплуатирует без антикора, напишите нам несведущим, насколько это вообще реально, насколько он ржавеет, гниёт. И все тяжкие тоже хотелось бы узнать, потому что мне кажется, что этот автомобиль в нашей стране всё-таки пользуется стабильным спросом. Ну, потому что есть люди, которые любят лес, загородную жизнь. Ну, и на фоне нынешних автомобилей, да и вообще нынешних цен, это, скорее всего, вариант, я думаю, что даже очень и очень проходной. Но сейчас немного позже вам покажу, как это всё будет выглядеть в собранном виде. Ну, и, естественно, при дневном освещении мы это посмотрим. Очень, кстати, тоже Ниву напоминает снизу, много таких элементов. Ну, и вот эта, конечно, вся конструкция Гелендвагена, ну, прям, я думаю, что азиаты классную штуку сделали. Тут весь вопрос, кто раньше начал опускаться, Джимми или Гелендваген. Мне кажется, что плюс-минус они ровесники, потому что Джимми – это тоже очень какая-то старая азиатская история. Поэтому, опять же, кто в теме, пишите, кто старше – Гелендваген или вот этот Джимми. Но, в целом, я думаю, что, может быть, в какой-то уникальных каких-то версиях и спецкомплектациях, если купить такой автомобиль и немножко его так подмариновать, то, как минимум, деньги свои ты за него, скорее всего, всегда вернёшь. Потому что те же Нивы устойчиво пользуются спросом, ну, и, соответственно, в цене особо не падают. Поэтому, имеется в виду какие-то лимитки, да, типа там юбилейных серий. Здесь, я думаю, что-то похожее будет, но и, в общем-то, как говорится, время покажет. Ну, в общем, пишите, у кого есть эти автомобили. И мы сейчас медленно, но верно здесь заканчиваем именно с оклейкой. Ну, представляете, да, вот этот оклей тоже, кстати, очень непросто. Так же, как и Гелендваген, здесь тоже очень и очень всё сложно. Ну, и плавно будем переходить уже к машине в целом виде. Ну, и вот самое интересное у нас начинается. Это автомобиль в собранном состоянии. Посмотрите, какая у него модная решётка. Человек поменял решётку на такую вот тюнинговую. Но, насколько я понимаю, она очень похожа на какие-то очень и очень старые крузаки. Там что-то похожее было. Ну, и, в общем-то, оригинальная лежит в самом автомобиле. И при дневном свете оцените цвет. Мне кажется, цвет вообще классный. Конечно, если, например, ярко-зелёный цвет Ламборгини, это тоже здорово смотрится. Но это больше под трёхдверку, под пятидверную версию. Вот такой вот спокойный цвет, очень похожий на наши какие-то классические Жигули. Но он прям очень и очень здорово смотрится. Обратите внимание, верх у него чёрный. И это не плёнка, это краска, это такая комплектация. Ручки здесь, личинки, конечно, замков, ну, как обычно, да, то есть, всё по классике. Но что говорить здесь, автомобиль 4 миллиона рублей стоит, а Ferrari, который стоит 40 на вторичке, там, в общем-то, то же самое. Ну, там будет чуть больше ручка, но такая же личинка для замка. Поэтому тут, я думаю, что в этом есть некий замысел дизайнеров, маркетологов, ну, и ещё каких-то представителей компании. Ну, мне кажется, что вот эта вещь, она вот прекрасна в том виде, в котором она есть. Может быть, вам будет странно слышать, да, что я, как человек, занимающийся всякими сложными автомобилями, искренне радуюсь вот такому. Ну, действительно, это так, потому что это хороший автомобиль, это сделанный такой руками, металлический. И понятно, что он не люксовый, но он реально приятный. Вот только что он показывал рамку, которая была у нас несколько раньше, она снимается, да, то есть, у Гелендвагенов, ну, вот почему похожее в своё время было не сделать. Ну, и здесь понятно, что вот эти вот повторители поворота такие смешные, но самый основной момент, этот автомобиль справляется с теми задачами, которые на него возлагают. И мне почему-то кажется, что он, скорее всего, не будет ломаться. То есть, понятно, что тут надо немножко приложить руки. Я думаю, что сюда нужно как минимум антикор, а как максимум антикор плюс подкрылки. Но и в целом, это один из таких олдскульных, культовых автомобилей, которые остались практически в неизменном виде, как и были в своё время Land Rover, Defender, те же Гелендвагены. Ну, это, наверное, один из последних, кто вот у нас дожил до наших дней в таком виде. Да, есть, конечно, Toyota, которые до сих пор выпускают, и модели которых они, в общем-то, очень-очень старые. Но, опять же, эти Toyota стоят других денег. Джимми-то всё-таки он по денежке не очень дорогой. Но если не брать нынешнее безумие со всякими продавцами, да, и курсами, но и плюс ещё с утилём, то в целом автомобиль недорогой. Ну, конечно же, мне кажется, что московские реагенты, ну, точно подпортят ему жизнь. Поэтому надо срочно что-то сделать с его именно нижней частью. Ну, потому что потом будет, скорее всего, некрасиво. Но, конечно, на эту ржавчину сразу не уничтожится этот автомобиль. Но я думаю, что в таком жёстком режиме, пять лет поездив, скорее всего, что этот автомобиль просто истлеет, как и все остальные. Обратите внимание, здесь такая смешная антенка. Камеры заднего вида вообще не просматриваются. Но, опять же, ну, зачем она нужна? Автомобиль небольшой. И запаска, кстати, в отличие от гелика, она особенно обзор-то не закрывает. Но я вам, может быть, по второму кругу показываю то, что я уже показывал в разобранном виде. Но тут именно при дневном освещении можно посмотреть. Но и очень хотелось бы послушать какие-то комментарии именно тех людей, у которых эти автомобили уже есть. И те, кто на них уже сколько-то времени ездит. Именно вот про этот кузов. Потому что, ну, первый, мне интересно, как он ведёт себя зимой. Устойчив или неустойчив. Потому что короткая версия, я думаю, это будет, ну, скорее всего, не очень комфортно. Но у меня был когда-то Паджерик трёхотверный. Ну, так, есть, как бы, некие нервы, когда ездишь на нём зимой. Опять же, насколько он проходим. Ну, и такой момент, как всё-таки кузов справляется с нашими погодными условиями. Это очень интересно. Ну, и опять же, насколько он проходим. Ну, тут, я думаю, что вообще сомнений быть не должно. Но и ещё один вопрос. Насколько вообще реально на этом автомобиле, ну, хотя бы со скоростью 130, ехать где-нибудь по трассе. Ну, и как ты устаёшь, не устаёшь. Приходится ли его ловить. Опять же, что происходит в дождь. В общем, куча вопросов. Потому что, в принципе, такая модель не самая распространённая в нашей стране. Но, тем не менее, она очень интересная. И так, если присмотреться, их, на самом деле, не так уж и мало на улицах. Потому что, ну, есть поклонники таких вещей. Ну, и в принципе, я думаю, что для загорода, ну, ещё раз опять же повторюсь, это будет такая классная история. Но с учётом того, что в отличие от той же Нивы, здесь есть комфортные всякие штуки, плюшки. И я думаю, что он в любом случае будет удобнее, чем Нива. Хотя, на Ниве в своё время проехали за неделю 6 тысяч километров по Европе. Но, и вы знаете, вернулись живыми. Это было в феврале месяце. Там, конечно, уже снега не было. Но у нас здесь снег был. Поэтому, ну, приключение такое было, что до сих пор с товарищем вспоминаем и улыбаемся. Но, тем не менее, с Нивой тоже ничего не случилось. Мы, в общем-то, съездили туда и обратно. Ездили мы в Болгарию. Ну, вы понимаете, да? То есть, скорее всего, если бы мы ехали на таком джиме, то, как бы, наши спины себя бы чувствовали лучше и сказали бы нам, конечно, спасибо. Ну, вот решётка, о которой я вам говорил, это штатная решётка, которая была с этим автомобилем. Возможно, здесь, конечно, для современных пользователей можно было бы что-то добавить. Но, честно говоря, вот смотришь и думаешь, ну, а что можно добавить в такой автомобиль? Даже монитор на нём есть. И он, в принципе, не размером со спичечный коробок. Он достаточно большой. И, в принципе, я думаю, что если ты ездишь по лесу, ну, тебе эти мониторы точно никак не помогут. А вот лопата какая-нибудь, она, ну, скорее всего, поможет тебе и очень даже реально. И подогревы сидений помогут. И здесь, в принципе, дизель не нужен. Двигатель бензиновый, маленький. Я думаю, что по расходу топлива он не будет отличаться от дизельного. Да даже если будет, его хотя бы зимой можно завести. Но, честно говоря, минусов вообще в этом автомобиле не нахожу, кроме, конечно, ценника. Насколько я понимаю, что-то в районе четвёрки за него отдали. Опять же, за границей, ну, что-то где-то его, по-моему, покупали, ну, вроде как в Казахстане. Там он стоит почти вдвое меньше. Но вот это и есть его цена, потому что раньше Джимми, который был предыдущий кузов, я помню, ну, вообще стоили адекватных денег. И, в принципе, их просто люди покупали на даче, скорее всего, из тех побуждений, чтобы не покупать Ниву. Но, в общем-то, сейчас ситуация, конечно, в плане финансовом кардинальной поменялась. Но, тем не менее, на фоне вообще всего то, что мы имеем, я думаю, что это неплохой автомобиль. Ну, и, в принципе, если есть желание что-то эксплуатировать за городом, то стоит его, конечно, купить. Ну, на этом у меня пока все. Всем хорошего просмотра. Всем пока.